всем привет вы на канале стильное вязание и я светлана садыгова хочу с вами поделиться я вот начала вязать такой детский шарфик под шапочку я вязала свои внучки и штанишки такие вязала и вот хочу поделиться с вами как вяжется этот я его чуть-чуть не довязала очень просто вяжется просто покажу как крайне делала а так он полностью вяжется это буклированная пряжа можно золоткой будет точно так красиво можно переходить тонами как я можно однотонность связать можно только нижнюю часть выделить это уже как бы на ваше усмотрение кому что нравится я так сделала выделила внизу потому что шапочка у нее там окантовка с бантом идет тоже беленькая здесь в основе лежит вяжется он этот шарфик лицевой гладью с лицевой стороны вяжется лицевая петля с изнаночная вяжется изнаночная петля на шарфик я набирала 38 петель 38 петель набирала набор делала как обычно я делаю как бы с дополнительной нитью у меня в уроках есть я там показывал как это делается кто кому интересно можете посмотреть потому что когда идет дополнительная нить и вот я и шапочку и штаник отрезала то что он показывал так что можете посмотреть ведь края получается более такой красивый и он не загибается и в то же время не стягивается вот так хорошо смотрится и красиво кайма здесь шарфик тут идет просто 38 петель набрала получается лицевая гладь лицевые на лицевой изнаночной на изнаночной стороне потом я сделала резинку провязала один на один буквально тут на 2 сантиметра дальше я уже вязала вот таким как бы орнамент сделал немножко узор такой вот это по краям вот видите это жемчужный узор он очень легко вяжется чередуется лицевая и изнаночная петля каждый ряд и здесь жевуты получается и я захотела почему так сделать за счет жгутов что вот эти края как бы вот сюда в середину шла то есть край чтоб не получился полностью ровный я захотел такое чтобы как бы как бы немножко изменить край вот он меня так получился мне нравится так теперь смотрите вот этот шарфик сейчас я вам покажу как будем вязать вот вот этот узор так сейчас мы наберем это я отсюда начинала вязать а теперь будем начинать вязать его вот отсюда не про а вы будете вязать тут начинать будете резинка на резинку один на один здесь резинка на лицевая 1 изнаночная и потом будете проходить уже здесь жемчужная здесь я уже буду показывать как я вязала сейчас мы будем вязать посмотрите такой комбинированный у меня получается вот шарфик видите он переходит и вот обратите внимание здесь вот переходил светлый тон от белого светлый переходил темнее и темнее и до черного да здесь переходит он наоборот с черного серый пошел потом идет серый серый тут немножко темнее тоже вот немножко черное прошел вот это я специально так и сделала для того чтобы когда завяжется шарфик вот так и будет смотреть с одной стороны такое с другой такой как раз и на шапочке там есть серый черный тон и белый посередине с бантиком и как раз хорошо вот смотрите будет как бы не такой красиво будет и модно и вот я в конце уже вяжу да и я вот хочу вам показать узор сразу и тут я обращаю ваше внимание я вот здесь допустим жемчужная узор идет да а тут идут шуты да то я теперь здесь не буду как здесь вязать я здесь наоборот сделаю жгуты а здесь жемчужный узор а вот во второй части здесь идет это живот и тогда тут пойдут тогда жемчужный узор а здесь жив ты пойдут то есть сейчас мы будем вязать не жемчужный узор здесь а жгуты здесь на спице 38 петель мы делим пополам и начинаем вязать так я вот присоединила белую нитку так для чего я говорила мы разделили 38 петель на 2 это 19 петель это пойдет 19 по узорам это середина я вам показываю ну в общем чтобы не сбивались и наверное буду сейчас четко показывает рисунок чтобы были были так будет понятнее вам так первым мы снимаем мы вяжем все жгуты 1 снимаем теперь вяжем изнаночная 1 петля следующий мы для этого вот уже вот так раннего вяжем 4 петли лицевые 1 2 3 4 4 лицевые петли мы провязали следующие мы вяжем 1 изнаночная петля дальше идет у нас такой вот как бы большой жгут но он частично будет проходить там будет 9 петель значит 9 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 изнаночная петля между жгутами теперь опять вяжем 4 лицевых это для 1 2 3 4 лицевых вот для центрального такого жгута он потом за счет того что сюда петли тянуты сюда эти жемчужные он вот таким образом получается так вот мы провязали 4 лицевых для центрального жгута 1 изнаночная и теперь вяжем уже жемчужный узор на жемчужный узор у нас осталось 16 петель мы его вяжем таким образом здесь изнаночная провязываете лицевая изнаночная лицевая изнаночная так до конца ряда чередуете лицевая изнаночная последняя кромочная изнаночная изнаночная петля вот мы провязали как бы этой нашей первый ряд белой каемные отделки так теперь переворачиваем наше вязание теперь вяжем там где жемчужный узор вот 16 петель мы вязали теперь наоборот вы вяжете здесь где изнаночная петля вы вяжете лицевой а где лицевая изнаночная 16 этих петель чередуйте таким образом там где лицевая изнаночная провязать и где изнаночная лицевой так провязали мы 16 петель жемчужным узором это второй ряд теперь вяжите 1 лицевая и 4 изнаночных это для жгута то изнаночная сторона черный ряд 4 изнаночных мы провязали теперь опять 1 лицевая и здесь уже идет 9 изнаночной 9 провязали знаешь теперь 1 лицевая и 4 для жгута маленького изнаночной петли провязали теперь 1 лицевая и последняя кромочная петля изнаночная так следующий ряд наш поворачиваем мы сейчас провязываем здесь у нас 1 первая снимается изнаночная 4 для жгута петли лицевых 1 изнаночная 9 лицевых провязываете следующие то есть третий ряд этот наш крем и получается какой петлю видеть эту справа и вяжите только в жемчужном узоре будете вязать чередовать наоборот как я вам говорила где лицевая там изнаночная где изнаночная лицевая так здесь изнаночная провязали теперь четыре лицевых для этого второго жгута так провязали а теперь идет у нас одна изнаночная и здесь уже жемчужной узор у нас идет но его должны вязать наоборот петли где вот изнаночная мы вяжем лицевая где лицевая изнаночная за счет того что меняем петли периодически получается как жемчужный узор так продолжаем вязать последняя кромочная изнаночная 4 рядкой мы нашей получается тоже вяжем так жемчужный узор наоборот 1 снимаете кромочную где изнаночная лицевая где лицевая изнаночная и так будете вязать 16 петель провязали мы теперь изнаночная которую видеть эту и вяжите 4 1 лицевая извините 4 изнаночных 1 лицевая 9 изнаночных 1 лицевая 4 изнаночных на лицевая и изнаночная потом эти ниточки убираем так и ворачиваю теперь мы будем связывать шут эти маленькие которые по 4 петли первое мы снимаем изнаночная теперь вот 4 петли у нас мы сейчас и будем снимать две петли снимаем перед работой а две этих петли на левой спице провязали лицевыми теперь эти две петли одеваем мы на левую спицу одели и провязываем их тоже лицевыми вот мы как бы так перекрестили видите уже вот у нас получился одна изнаночная теперь следующие петли 9 петель наших эти 9 петель мы сейчас их так и провязываем лицевыми 1 изнаночная тут можете на этой как бы на кончик шарфика любой узор сделать у меня так понравилось я поэтому так и делаю вам хочу поделиться так теперь вот для жгута 4 петли что у нас было лицевую мы снимаем две петли перед работой провязываем остальные две петли лицевыми как мы и первоначально делали с краю теперь одеваем их на левой спице тоже провязываем то есть у нас петли теперь прикрестились вот видите таким образом так теперь одна изнаночная и теперь это жемчужный узор вяжите где ли лицевые лицевые изнаночные где изнаночные лицевые то есть жемчужным узором я тут вяжу вот лицевая изнаночная и так до конца ряда так довязываем до конца ряда переворачиваем теперь где жемчужный узор 16 петель вяжем над изнаночной лицевой над лицевой изнаночной то есть меняйте петли таким образом 16 петель провязывать теперь одна лицевая там где мы вот для живота вязали 4 изнаночных петли провязываете одна лицевая теперь 9 изнаночных провязываем тоже это для широкого жгута но он как-то положим получится и одна лицевая и 4 изнаночных это для таких по краям у нас маленькие же ты одна лицевая и 1 изнаночная кромочная так провязали переворачиваем вот видите что у нас получается теперь вяжем ту петлю которую видите ты провязываете это там где маленькие шуты а здесь мы будем уже я покажу где широкий же мы будем вязать 1 снимаете 1 изнаночная теперь 4 лицевые петли провязали так 1 изнаночная теперь тут у нас 99 петель мы берем 3 петли крайних снимаем за работой вот и провязываем их остальные 3 вот петли провязываем следующий 3 провязали теперь эти три петли которые мы сняли нитку я вот таким образом делать чтобы она с изнанки не выглядывала прячь ее между спицей и дополнительной спицей или маркером и теперь любую лавку у кого что есть теперь эти три петли одеваете на левую спицы вот которые мы сняли мы еще заденем вот надели и теперь мы провязываем их лицевыми 1 петля лицевая 2 3 и те которые вот 1 2 3 остались тоже провязываем лицевые провязали 1 изнаночная 4 лицевые то маленькие живут наш мы провязали и 1 изнаночная и это 16 петель изумрудный жемчужный узор мы его вяжем как я вам говорила то есть петли меняем над изнаночными лицевыми изнаночные так вяжите так чередуя наоборот петли до конца ряда вот над лицевыми я вяжу изнаночную над изнаночной лицевой переворачиваем теперь вяжем где жемчужный узор как обычно 16 петель чередуя лицевые изнаночные каждом ряду их меняя как я объяснял провязываем теперь 1 лицевая 4 изнаночные 4 изнаночные то маленькие живут теперь 1 лицевая перейдут 9 изнаночных это шелки 1 лицевая 4 изнаночные 1 лицевая и последнее изнаночные я вам так покажу сейчас вот как здесь вот до этих пор а потом будете точно так вязать как я вам сейчас расскажу точно так только местами будете менять поняли тут и где жемчужные будете вязать как эту часть а эту часть будете вязать как это так дальше 1 снимаете изнаночную здесь 4 лицевые петли наши 1 изнаночная так эти 9 лицевых вы уже поняли где 9 петель это широкий жгут положит он получится как бы так не помнить а те же ручки маленькие по 4 петли 1 изнаночная опять 4 лицевых 1 изнаночная и дальше вяжите жемчужный узор 16 петель здесь его чередуя наоборот петли лицевые и изнаночные как я вам объясняла до конца верст так перевернули теперь на другой стороны опять вяжите жемчужный узор чередуя петли лицевые и изнаночные 16 петель таких узора 16 петель мы провязали жемчужные узоры 1 лицевая теперь 4 изнаночные 1 лицевая 9 изнаночных 1 лицевая 4 изнаночных там где изнаночные вы поняли это изнаночная сторона идет учетные ряды так провязали поворачиваем наше полотно разогнаем наш шарфик так у нас мы провязали здесь раз два три четыре пять шесть вот отсюда легче чтоб вам было каждый раз не считать вот отсюда где нам перекрестили петлю вот считайте сразу этой петельки раз два три четыре пять шесть вот крайне и не надо без конца считать все теперь мы будем таким образом опять будем делать первые снимаете изнаночную и мы опять теперь вот 4 наших петли для жгута лицевых первые первые две вот эти мы снимаем перед работой на дополнительную спицу или маркер или была у кого что есть так теперь одеваем мы на левую спицу одели теперь провязываем тоже лицевыми вот смотрите у нас получился уже жучка поближе покажу так теперь изнаночная дальше вяжем 9 лицевые 1 изнаночная и опять эти маленький жутик наш 4 петли лицевых тут мы снимаем две первые петли сняли перед работой провязали и остальные две петли теперь эти две снятые петли мы одеваем на левую спицу одели мы на левую спицу провязываем тоже их лицевыми провязали 1 изнаночная так дальше жемчужный узор как я вам говорила вяжите 16 петель этого взора до конца ряда чередуя петли лицевые знали так теперь перевернули мы наши шарфик вяжем первый сняли 1 изнаночная это жемчужный узор мы перевернули же жемчужный узор вяжите где изнаночная лицевая где лицевая изнаночная то есть чередуя 16 этих петель 16 петель мы провязали теперь 1 лицевая и 4 изнаночные петли нашего маленького живота так 1 5 лицевая здесь идут 9 петель изнаночных 1 лицевая 4 изнаночных 1 лицевая и 1 изнаночная кромочная так поворачиваем следующий ряд наш смотрите что у нас получился вот у нас жгутик тут как положить получился дальше вяжем 1 снимаете 1 изнаночная 4 лицевых 1 изнаночная теперь вот наш этот полу такой широкий жгутик 9 петель у нас мы будем таким образом вязать первые три мы провязываем лицевыми 1 2 3 провязали теперь следующие 3 петли берем так так этим и перед работой теперь 3 мы 1 провязали теперь последние тоже 3 провязываем лицевыми 3 лицевой провязали и теперь 3 этих петли одеваем на левую спину крючки 1voy 1 2 2 3 9 1 1 1 1 теперь 4 лицевых петли маленького жмута нашего 1 изнаночная и жемчужный узор мы вяжем как обычно как я вам говорила провязывайте череду петли лицевые и изнаночные до конца ряда здесь этого узора 16 петель так перевернули вяжем жемчужный узор одно сняли первые чередури петли 16 петель жемчужного узора 16 петель жемчужного провязали узора теперь 1 лицевая 4 изнаночных 1 лицевая 9 изнаночных 1 лицевая 4 изнаночных 1 лицевая петля и 1 изнаночная кромочная так поворачиваем дальше вот что у нас получается видеть так теперь вяжем еще два ряда мы провяжем потом маленький же делать 1 снимаете 1 изнаночная 4 лицевая 1 изнаночная 9 лицевой 1 изнаночная 4 лицевых 1 изнаночная и дальше идет 16 петель жемчужного узора вы знаете уже как вязать вяжите до конца ряда поворачиваю жемчужный узор вяжем 16 петель 1 лицевая 4 изнаночных петли 1 лицевая 9 изнаночных 1 лицевая 4 изнаночных 1 лицевая петля кромочная изнаночная так теперь мы будем маленькие же кто делать в этом ряду первые сняли изнаночная петля теперь вот у нас 4 петли лицевых это маленькие животных мы две первые снимаем как обычно делаем повторяется две те которые остались провязываем лицевыми теперь две эти которые сняли мы одеваем на спицы на левую и провязываем тоже лицевыми 1 изнаночная вот мы провязали видите получился живут еще один теперь следующий это наш широкий жгут мы сейчас тут провязываем только 9 петель лицевыми 1 изнаночная теперь 5 на животик 4 петли которые 2 снимаете нить перед работой 2 провязывайте лицевые теперь эти две надеваете их на спицу на левую и провязывать это же лицевыми 1 и 2 1 изнаночная теперь дальше вяжите жемчужный узор этого узора я говорила вам 16 петель до конца ряда вяжите чередуя петли так повернули мы 5 жемчужный узор вяжите чередуя петли 16 петель жемчужным узором после жемчужного узора 1 лицевая 4 изнаночных то изнаночная сторона машин следующая тоже 1 лицевая идет 9 изнаночных петель 1 лицевая 4 изнаночные 1 лицевая 1 изнаночная кромочная перевернули перевяжите 1 снимаете 1 изнаночная 4 лицевых петли 1 изнаночная теперь у нас широкий как вы жгут так наш первые три петли снимаете нить за работой так вот мы снимаем за работой вот так и следующими сняли его и провязываем следующие 3 петли 1 2 3 лицевые провязали теперь те которые мы вот сняли идти сюда между этими положила между маркером и спицы правой так теперь мы те которые должны сняли одеваем на правую спицы на левую спицы так одели мы теперь провязываем их лицевыми 1 2 3 провязать и остальные вот которые остались 3 провязываем лицевыми тоже петельками вот мы провязали теперь 1 изнаночная и 4 петли лицевые 1 изнаночная и теперь дальше идут у нас чемчужный узор который состоит из 16 петель вяжите чередуя лицевые и изнаночные петли до конца ряда поворачиваем и теперь вяжем здесь жемчужный узор из 16 петель после 16 петель жемчужного узора вяжем 1 петля лицевая 4 изнаночных а так провязали 1 лицевая теперь 9 петель изнаночных 1 лицевая 4 петли изнаночные 1 лицевая и 1 изнаночных